в видеоредакторе можно выделить три главные области экрана слева сверху поле с меню на котором можно производить всякие операции по обработке видео работе с библиотеками визуальным эффектом эффектом курсора можно записывать еще накладывать сюда еще одну видеокамеру запись и дополнительные возможности справа сверху окно проигрывателя которое может быть увеличена растянута и всячески трансформирована и снизу видео и звуковые дорожки сейчас они у нас объединены но их можно будет разъединить и по отдельности обрабатывать видео и звуковые дорожки все остальные кнопочки рассмотрим попозже когда они нам пригонятся сейчас у нас здесь заложен проект про баррикодера камрек камрек это расширение которое соответствует всему проекту в целом все составные части проектора у нас здесь уместились на две дорожки одна из них связана с записи экрана а вторая записи видео если щелкаю по экрану у меня выделяется здесь вот шестью точечками шестью кружочками по периметру тот объект с которым я работаю а вторая если я щелкаю по верхней дорожки то у меня выделяется экран записи мы его отодвинем подальше изображение это поскольку мы сделали снимали при маленьком разрешении а выбрали потом при для обработки расширения максимальная 1280 на 720 то мы растянем этот экран изображение значит нас пель на экране проигрывателя есть две два объекта первый который сейчас выделен шестью кружочками по периметру это изображение экрана а второе это веб-камера смотрим сейчас такие моменты вытянем будем работать с файлом с картинкой записанные с веб-камеры и применим к ней визуальные эффекты здесь у нас можно менять размеры добавим анимацию то есть у нас будет все переходы которые будем сейчас мы производить они будут нас записываться потом воспроизводится в виде анимации анимации подниматься здесь будет пониматься всякие издевательства над этой картинкой с веб-камеры мы можем уменьшить эту картинку можем поменять ее прозрачность ну вот наверно эти мы ограничимся что уменьшаем прозрачность что действие которые у нас запрограммированы здесь можно растянуть на длительное время вот скажем так это у нас будет две секунды а ведь вся длительность ролика будет почти 4 секунды вернемся в начало и запустим что как у нас это анимация будет воспроизводиться рисунок уменьшается и исчезает растворяется теперь выберем вернемся в начало выберем рисунок фона будет анимации поэтому возвращаем все на место здесь 360 ну здесь пусть так и стоит добавляем анимацию которая у нас вот здесь появилась в виде синего кружочка растягиваем эту анимацию до самого конца и начинаем производить те же самые действия вращаем теперь против часовой стрелки на 360 градусов в другую сторону вращаем здесь и вращаем здесь вращаемся в начало и пробуем вращаемся Продолжение следует...